В преддверии еврейского нового года израильская армия и службы безопасности приведены в состояние повышенной боевой готовности. На границе с Газой продолжается столкновение палестинцев и военных. Есть погибшие, есть раненые. Все подробности узнаем от Сергея Ауслендера. Скоро уже полгода, как палестинцы из Газы проводят на границе так называемые марши возвращения. Чуть ли не ежедневные стычки с военными, поджоги и попытки диверсии. У армии строгий приказ. Силу применять разумно, но прорыва границы не допускать ни в коем случае. Кругом приграничные поселения. Очередная попытка сегодня утром отбита огнем на поражение. У палестинцев снова есть убиты. Продолжаются пожары, вызванные воздушными змеями и шарами. Боевые вертолеты и дроны ведут по запускателям огонь, но это не помогает. Не вручает даже закрытие КПП, через которое в Газу поступает помощь. Эта мера лишь озлобляет палестинцев. Это происходит при полной поддержке американской администрации во главе с Дональдом Трампом и его сотрудниками, которые поддерживают поселение и проявляют ненависть и агрессию по отношению к нашему палестинскому народу. Администрация Белого дома взяла уверенный курс на однозначную поддержку Израиля. Агентство по делам палестинских беженцев Бапор практически лишилось американского финансирования. Бапор получил мандат от Генеральной Ассамблеи ООН, что государства, которые являются ее членами, взяли на себя обязательство финансировать его. И с моей точки зрения, чем шире база доноров, с которыми я могу работать, тем лучше. Я, конечно, очень сожалею о том, что США решили теперь полностью устраниться. Это, конечно, нехорошо, и это выявляет потребность в мобилизации всех других источников финансирования, которые мы в состоянии собрать. Политика Иерусалима в отношении газа теперь проста. На каждый пуск ракеты, поджог или попытку прорыва отвечать серии мощных ударов. Они разрушают инфраструктуру Хамаса. Под давлением международных организаций Израиль все же открыл КПП, но, что называется, до первого случая. Если это пойдет по желанию Хамаса на переговоры, то, естественно, должен прекратиться террор воздушных змеев и поджогов. И тогда Израиль сможет перейти ко второй стадии, то есть открыть границы и передать больше материалов, а не только гуманитарные медикаменты и так далее. Переговоры буксуют, и даже усилия международных посредников ни к чему не приводят. Обе стороны ставят условия, без выполнения которых сесть за стол переговоров не соглашаются. Главное условие Израиля вернуть тела погибших солдат и граждан, захваченных в заложнике. Хамас категорически отказывается выполнять, прекрасно понимая, что это его единственный козырь. Ситуация, очевидно, заходит в тупик. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.